Уважаемые друзья, следующий выступающий Олег Александрович Назаровский. История колонизации Земли в Библействе. Еще! Сколько вас потянуло! Плядь, говоришь, как бы глобальнее. Приготовьтесь! Ну, перед нами несколько странное выступление было, но приготовьтесь к еще более странному выступлению. Так, тихо, тихо, тихо. Значит, мое выступление посвящено продолжению выступления у многоуважаемой галерины, которая транслировала идею Русака. Русака, она говорила о том, что уже были случаи у нас на Кольском полуострове, когда инопланетяне пользовались нашими ресурсами. И есть этому доказательства. Но я вам изложу историю этого вопроса. Потому что история этого вопроса, это очень глубокая проблема. Потому что обычно у нас, вот здесь сидящие, они кроме Библии ничего не знали. Библия, это все там, говорили, 7 тысяч лет тому назад, и все такое. А на самом деле история нашей Земли, это около 900 тысяч лет тому назад. Никакие, не 7 тысяч лет там как. Тоже, по Библии. Как так получилось? Ну что, жизнь нашей галактики зародилась в центре нашей галактики. И постепенно эта жизнь, зародившись в центре нашей галактики, стала постепенно распространяться на периферии. А наша Солнце находится на одном из четырех уголов Млечного пути и как раз на периферии. И вот впервые, примерно 900 тысяч лет тому назад, первые поселенцы, можно сказать, инопланетяне, пришельцы, поселенцы, они опустились в район, ну так наша русская наука называется гиперборея. Это был остров в центре Ледовитого океана, который был тогда еще над океаном. Последствием он опустился под океан. И вот впервые это знаменитое слово философское гиперборея, которое все упоминают, но не знают, что это такое. И вот там зародилась одна из первых цивилизаций на нашей Земле. Но оказывается, все цивилизации, которые существуют в центре нашей галактики, они делятся на две части. Одни цивилизации, они завоевывают планеты, которые они посещают, для использования и эксплуатации ресурсов этого планеты. А другие цивилизации, они колонизируют известные планеты и просто развивают цивилизацию, ну, так сказать, в благоприятных, ну, в позитивных ценностях развивают цивилизацию на этой Земле. И вот, когда впервые наша планета была колонизована с подшельцами из центра нашей галактики, и здесь стали происходить галактические войны. Вот, и первая такая схватка произошла 113 тысяч лет тому назад. Между... за ресурсы нашей Земли. Значит, ситуация была такая. У нашей Земли было три луны. Леля, Фатта и Месяц. Период их обращения был... там... 28 дней, 13 дней, 7 дней. И вот, когда инопланетная... Значит, первые поселенцы на нашей Земле, они были, так сказать, за развитие нормальной цивилизации на нашей Земле. А потом на нашу Землю положили власть цивилизация, которая хотела использовать только ресурсы. И они колонизовали... У нас стрел было много, колонизовали Лелю. Это одна из трех лун на нашей Земле. Вот. И тогда получилась схватка, война между человечеством, которое было на Земле, и человечеством, которое было на Леле. И вот... Леля с такими захватчиками была уничтожена. Вот. Но... Результатом... Результатом этой схватки двух инопланетных цивилизаций Дарья, которая была на Северном полюсе, она погрузилась на дно Северного океана. Но часть этих пришельцев спаслась. И как раз они эмигрировали в Сибирь. И, значит, в Сибирь... После Сибири они распространились по всей Земле. Но попытки захватить нашу планету, колонизовать, еще продолжались. И вот 13 тысяч лет тому назад снова произошла схватка землян, которые были на нашей Земле, и пришельцев. И опять пришельцы были побеждены. Но это время... Но ценой какую? Значит, если первая схватка, это фактор, была разрушена, то... Нет, Леля была разрушена, но вторая схватка. Фактор раскололась на обломке и упала на Землю. И ось нашей Земли отклонилась на... Я уже забыл, как, по-моему... На 23 градуса. Вот молодец, грамотный. Вот грамотный. Ось Земли отклонилась на 24 градуса. Откуда информация? Завершает прецессию. За... Вот как кто-то выступал здесь... 24 миллиона... Нет, 24 тысячи... Чтобы я забыл... Да, 26 тысячи. Вот. Да, как говорили о прецессии нашей Земли. Вот. Вот. И казалось бы цивилизация на нашей Земле выиграла две схватки. Казалось бы, можно было бы быть спокойным за свою судьбу. Вот. Но... Тут вот говорила, он выступал и говорила, что все равно инопланетяне, они испытовали, они атакуют нашу Землю и пользуются ресурсами. Вот. Это кратер, это пиратский способ, они сюда незаконно проникают, потому что есть другая... Пиратским способом... Цивилизация амитарно проникает через кротовые норы и через пространство. Вот. И что тогда предприняла цивилизация, которая существует на нашей Земле? Во-первых, запомните, ребята, в Якутии у нас существуют кратеры огромные, в самых там непроходимых местах. Мы этим кратерам, мы этим кратерам куполы. Я впервые это слышал не от наших исследователей, это наш, Якутия, а от американцев, откуда они взяли, неизвестно. Сверховый, да? Вот. Это вилюжские котлы вы имеете в виду? А? Вилюжские котлы. Вон, ну вот, в колдове человек существует. А знаменитые вилюжские котлы, которые никак, ничем не объяснимы рукотворны. Да. И что вы думаете? Значит, как только намеревается захват нашей Земли, вилюжские шарообразные куполы раскрываются, и излучение там идет. Это древняя фалеосистема ПВО, ну или противоракетная, противоракетная, противоракетная оборудовательная. Вот. Вот. И что вы думаете? И оказывается, не только в Якутии есть эти котлы. Оказывается, есть еще одна из систем защиты, фалеосистема защиты. И его ужас, она в Краснодарском крае, там есть пять озер необыкновенных, под которыми зарыт кристалл огромным энергетическим содержанием, которое на случай катастрофы, он действует как-то на сложный физический процесс, я не буду вдаваться в подробности его. И вот вдруг, вот у нас есть знаменитый исследователь, которая была в Индии и общалась, не знаю, общалась или нет. Я общалась с Карки Багавановым, это тоже не меньшая величина. Саид Баба? Саид Баба. Вот Саид Баба раскрыл вот эту тайну, которая пяти озер в нашей Иркутской области. Вот, в Омске. Недалеко от Омска пяти озер. Вот, она же сказала, а ученица, ученица... Это Ричкель, по-моему, да? Ричкель. Что? Омске, под Омске это... Шайкан озеро там где... Ну не будем даваться. Значит, Саид Баба передал эту стратегическую информацию о пяти озерах в Красноярском крае своей ученице. И вот, о чудо! Умирает Саид Баба. Окуневский корчок. Не умирает, а сбрасывает тело. Окуневый, да? Да, Окуневый, да. Вот молодой человек разбирается. Там храм в Ману, в Шейкан озере. Оттуда... И вот, о чудо! Приезжает ученица Саид Бабы в Россию и говорит на... Как вы сказали? Окуневские озера. Ну, Окуневые, да. Окуневые, да. И говорит всем, а все упали. И говорит, она говорит, я хочу образовывать здесь ашрам. Ну, все, и хлопнули. А в то время уже, говорит, у нас сбросили. Ну, уже коммерческих, вроде, там не было. Вот. И разрешили, пожалуйста, ашрам. Вот. И он хищует до сих пор. Вот. Ну, к этому ашраму там присоединились другая масса. Но он построил ашрамы, и до сих пор она там рубит. Есть община, индийская община, возле Окуневских озер. Вот. То есть это вторая система защиты, которая существует на земле. Вот. Это и на Кольском третье. Похоже, да, есть. Вот. Значит, к чему я иду? Значит, у нас были контакты в виде воли, значит, сто тринадцать тысяч лет назад, а потом тринадцать тысяч лет назад была война между цивилизацией, которая была в Сибири, и между китайцами. И вот это, как говорится, наше историческое наследие. Вот. Ну, грубо говоря, это, это, как бы, наследие, которое русский народ должен, должен как-то переварить и использовать его. И, и главное, вот чудо, вот то, что я вам рассказал, это дрожжено в сказках народных русских. Осталось память об этих явлениях, в русских сказках. Вот. О, это доклад об этом, конечно, в другое время, и не на то время. Вот, в принципе, я все, что хотел сказать за короткое время, чтобы не затягивать ваше внимание. Хорошо, а вопрос можно? А вот, а, или еще бы не закончили? А, как у Артёбин нашел третью систему оборудования? Не, не, не. Да, он расстатывал. На Кольском там было, но нет. Ну, Гиперборея, ну, он говорил об этой, а в Субботе нашел обломок, обломок молибдена, это самое. Это, это другое. Это, Санислава, значит, Гиперборея, это не Кольский полуостров, а это острова Шпицбергена. Ну, там Гиперборея тоже, вернее, сейчас сохранившаяся часть, а там земля была больше, то есть это частично затопленная территория. Подходы информации. Вот, согласно вашей версии, вот эти агрессивные цивилизации, которые вторгались на Землю, значит, с каких они планет или звездных систем? Вот, и, значит, вот те, кто в вашей версии выглядит как положительные персонажи, а не кто и тоже откуда? Вот, ну, во-первых, мы с вами, как нормальные люди, будем обращать, следить не за агрессорами, как у вас, вопрос какой-то странный, там, кто-то агрессор, кто-то чего-то. Нас должны интересовать наши предки. Кто наши предки? Вот наши предки были не завоеватели, не агрессоры. И они известны со звездами Дьедицы. И в созвездии Медьедицы есть одна из планет, от которой именно колонизация произошла на северном поле нашей Земли. Вот это уже общеизвестная факт. Вот это нас должно, и после них уже тянутся нити к русскому народу, это нас должно интересовать, а не то, что там кто агрессивный, откуда, что, это уже... Нет, ну как, это вопрос планетарной безопасности, если вы были условные демоны, которые в прошлом... Ну вот, значит, вы интересуетесь Гитлером, как он там... Нет, я... Это же истоки Гитлера вас интересуют. Нет. А меня интересуют истоки русского народа. Значит, поселенцы первого, которые были на северном полюсе, потом они перешли в Сибирь, и из Сибири произошел русский народ один из самых. И есть сказки, которые подтверждают это. Вот меня что, интересно, заметили. С северного полюса произошли все народы, что... Меня правда интересует, даже неприятная правда. А вас интересует, значит, это агрессоры, откуда-то там, все. Вот они качают по планетам, которые проходят вот это дно космосского народа. И грабят их, и насилуют людей. Вот такие-то вы вопрос в год задавайте, по-богрессу. А потом, когда планеты начинают выходить, они сцепаются. Ну, их тоже хотят перевоспитать, этих товарищей. Ну, и пираты. Вот как были пираты? А как бы их вот так... Не все так просто. Ну, примерно так. Не совсем. Вот смотрите, ребят. Надо понимать, полномочие получения информации. У кого это информация? Пока существует мир дуальности, будет хорошо и плохо, добро и зло. Понимаете? Либо этот мир переходит в новый режим, где нет-два. И тогда что появляется? Объединил Бог небо и землю, да? И получилось, что... Почему я спрашиваю папу-мама, да? Потому что небо-земля, мать-земля, объединились, они уже рождают другого человека. Где нет того, что вы сегодня называете противоположностями. Запомните, пока вы будете строить мир постоянно, будет война нарастать. Потому что они должны быть в равновесии. И пока вы этого не поймете, результаты не получат. Небо опускается. Нет, у меня там, знаете, еще вопрос. Я там не совсем согласен с тем, что вы говорили. Хотя я вот занимаюсь вопросами, в том числе палео-уфологии, древними контактами. Дело в том, что нет прямых исторических фактов, которые подтверждали вы или опровергали вашу версию. Потому что я знаю еще другие есть версии. Вот, скажем так, ваши источники, на что вы опираетесь. И, скажем так, и с вашей точки зрения, вот недостающие фрагменты истории, каким образом можно получать? Ну, если нет прямых археологических, допустим, данных. Вот, товарищи, слушайте внимательно меня. Вот этот товарищ, вот типичный типор с бородкой. Он выросил бороду только в голове. Типичный хейтер. Девушки, вас спрашивают, как сфотографироваться. Иди, иди. Вот среди апостолов был фомальный верующий. Вот он подошел к Иисусу Христу, говорит, дай я тебе ладонью свою в раму твою засуну руку, и потом в реальтан. Вот этот товарищ такой же. Нет, давайте на личности не переходить. Вот это так здесь. Фомальный верующий. Я не верующий, я гипотизирую. Вы знаете, кто-то почувает? А кто это? Ну, вот видите. Чупакапа. Вот я, я неграмотный физик, я же физик, я не исследователь какой-то. Я даже знаю Чупыров. Я радиофизик. А кто-то по Чупырову-то знаешь вообще. А ты знаешь, что по Чупырову слышал? Да, слышал? Чупыров, он нашел карту земной земли. Ну, это я вам не буду рассказывать. Не, ну это все равно, это находка. Это хотя бы факт. Это потрясающий, это одна из величайших находок исторических. Не, я допускаю. Это факт, допустим, да, там можно спорить об интерпретации. Я вам могу тысячу раз привести факт. Все, но это не разговор здесь, среди нами. Кто мы здесь такие собрались на пять минут поговорить. Поэтому не надо. Все, что вы говорите, ваше недоверие, это ни на чем не основано. Не, не в этом. У меня есть основания. Значит, я просто поясню свою позицию. Значит, во-первых, вот так. Если нет прямых фактов, я знаю способы, которыми можно добывать недостающую информацию. Способы ненадежные, их надо перепроверять. Первый способ – это спиритические сеансы, которые, кстати, модно были в 19 веке. И, кстати говоря, люди… Менделеев проверял. Менделеев проверял. Там не все просто, но в 19 веке, кстати, получали часто информацию по недостающим источникам. Кстати, вы никогда не задумывались, откуда у историков данные, что 100 тысяч лет назад возник, например, это самое, возникло глобальное порталение на Земле. Дело в том, что нет научного инструментария ни в 19, ни в 20, ни в 21 веке. То есть, я утверждаю, что эти данные, скорее всего, были получены либо через ясновидение, либо через спиритический сеанс. Потому что эта версия появилась в 19 веке. Значит, теперь второй способ есть, значит, кроме спиритических сеансов. Это каналы ясновидения. Но здесь тоже, я говорю, не все просто. Это вот еще ченнелинг называется. Третий способ – это под гипнозом. Я знаю, что американцы такие исследования проводили, но потом прикрыли. Значит, суть заключалась в том, что человека под гипнозом направляли в конкретную, допустим, дату. Слушай, это все знают. Задай вопрос. Задай вопрос. Нет, просто вам про эти методы известны. Конечно, известны. Вам отличают. Во-первых, не обижайтесь со мной, а вы абсолютно безграмотные, много вещей не знаете. А вам я советую прочистить книгу. Вот сейчас три тома вышло. Ньютон. Исследование человеческого мозга под гипнозом. Это потрясающая вещь. И он говорит вот то, что… Тебе найти эту книгу, где продают. Она еще очень дешевая. Сейчас везде продается, очень дешевая. И я вам советую. Вот как человек выдает тайну своего мозга под гипнозом. Прекрасная книга. Это север научный, американский. Американцы в этом опередили нас. И вот там он все ваши вопросы… Нет, вы должны понимать, что это фаршивая информация. Или ей в какой-то мере… Какая информация? Какая информация? Нет, полученная под гипнозом, полученная с помощью ясновидения и полученная в ходе спиритических сеансов. Во-первых, вы должны прочитать эти три книги, и потом мы с вами поговорим. Это цивилизация не имеет никакого отношения. Андрей, вот Андрей, вот Андрей, просто идти на партнер, на основе… Да, о чем вы говорите? Нет, но я плачу, плачу… Вот замечательно, Андрей, смотри. Даже под гипнозом, ясновидением, писать тексты, да? Опять источник-то кто? Там могут разные источники. Я согласен, я согласен. Вот есть такой источник, Кроники Акаши. Да. Но для него нужно очень высокое сознание. Не обязательно уровень допуска, уровень допуска. Я про то и говорю. Потому что человек принимающий, если там же огромные… Там очень высокие частоты. Вот. Просто человек принимающий может разговаривать на части. Это не совсем так. Кроника Акаши, любой ясновидящий получает информацию, только идя с нами, часто через посредников. А, может быть. Вот. То есть не напрямую. Есть вещи, которые можно напрямую получить, а есть то, что через посредников. Я думаю, как это будет. Вот здесь, что все равно нет. Так, может быть, мы никогда не можем. Так, уважаемые друзья. Уважаемые друзья. Нет, можно, это проверяется. Я не думаю, я не думаю конференцию. Пожалуйста, остановитесь. Если вам придет озарение, чтобы каждый из нас сейчас открывал только рот, и через нашу сладкую информацию, которая нужна тому, кто называется Богом. Только Бог – это не мужик. Это либо программа определенная, либо что это такое, когда мужско-женское начало объединяется вместе. Надо нам делать родитов. Это сфера. Это доноризованная источник. Поэтому не надо твоих… Ну, слушай, ты выступи, когда тебе нужно. Ну, чего ты тянешь это все? Ну, сейчас достаточно уже. Время-то закончилось уже. Лучше чай пойдите попейте, ресурсники. Ну, что ж ты прекращаешь дискуссию, а? Ну, тогда это в дискуссии. То есть каждый просто несет свое, которое он хочет сказать. Только и всего. И не понимает, что он только открывает рот, и через него говорит Вселенная. Нет, Олечка, ты не права. Эта дискуссия нужна нам, чтобы выяснить истину. Истина заключается в том только, что мы, кто здесь собрались, мы одеты определенным образом, мы сидим определенным образом. И мы думаем до сих пор, что мы способны мыслить. В конференции 2006 и 2010 год на приборах доказано. То, что называется человеком, мы принимаем форму, оболочку, которая мыслить не может. А в ней сидит кто? ДНК, геном, как угодно называть. И он им рулит. Поэтому мы кругом, вот, огромное количество машин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девятка, закрыли какую-то часть. Машины. Нет, достаточно того, что здесь. Но ты вообще как бы договорилась, машина. Нет, вообще слово машина в переводе с латыни означает обман. Вот, перевод. Никто тебе не будет говорить противоположного. Мы продолжаем эту дискуссию? Ну, пусть поговорят. Ну, что ты, если есть время, возможность, почему не поговорить? Ну, почему я так устала от вас? Я столько раз выступала на вас. Вы наверняка не разу не слушали то, что я говорила. Мне ждает всего 15 минут. Вот они сегодня разговаривали. По 40, по 50 минут, да? Кто по 50? 50 минут, посмотрим, когда будет у тебя записываться. Да никто не 50 минут не говорил. Вот. И я еще раз вам хочу сказать, то, о чем я сегодня говорю, это не я говорю. Вы понимаете, вот я принесла сегодня аудиоклибу, которую записывала. Знаете, как я ее записывала? Я слышу информацию, просто беру в руки прибор, да, и начинаю записывать. А затем иду к конференции на Казахстан и предлагаю, что посмотреть, как же творится переход в новый режим, где боли страдания исключено у любого носителя, включая форму человека. То есть наш мир – это целостная система. Об этом говорит кто? Как вот, вот кого я сегодня говорил это? Вернадский. Вернадский, он говорит, что это целостная система. И вот эта система переходит в новый режим функционирования, появляется новая сфера. Но новая сфера – это не прибор. Поэтому это должно появиться через мысль в определенный момент, когда вот эта биосфера созреет плюс-минус, и тогда Солнце начнет нам давать энергию не на разрушение, а наоборот на трансформацию в новый режим. Но таких людей очень мало должно быть сегодня. А остальные все будут продолжать работать в старом режиме. Что делаем? Берем энергию выживания плюс-минус от Солнца, либо от биосферы, перерабатываем в энергию жизни и продолжаем отдавать Солнцу. Но я очень надеюсь, что среди нас найдется хотя бы кто-то еще, через кого мы можем все-таки запустить новую программу. У меня что? У меня агент запущен какое? Получение информации. На что? На слово. Слово – это очень большое, оно расшифрованное. То есть новая программа – одно. Старая программа должна быть закрыта, новая открыта. И образ к ней. Будет слово, что сказал великий Саи Баба. Да, но мне сказано великий и необычный, да? Всего на все. Он сказал, что я Бог, я весь мир, я вошел в это тело, потому что вы не слышите меня. У вас есть великий учитель Солнца, Фархат Атар. Возьмите у него новую программу. Станьте Солнцем сами себе. Что это значит? Научитесь брать энергию жизни, минуя Солнце, да? И тогда у вас будет не только новое тело, но и новая среда питания. Это он сказал, знаете, в каком году? Когда он еще в теле находился. Но самое интересное, что ту же фразу повторил. Знаете кто? Харьки Богаван, который на юге, да? И я смотрела, оба они сказали. Мало того, что Саи Баба, он же кто был? Последний аватар, правильно? Он сидел на белом коне. Так после его ухода Харьки Богаван говорит, что он последний аватар и что он перерождение Ширди Баба и садится на белом коне, да? А потом я приезжаю в Москву. Кого вы думаете, я вижу в одной из церквей на белом коне? Иисуса на белом коне. Да я спрашиваю, почему он-то сидит на белом коне? И оказывается, что в каждом из нас сокрыта одна и та же информация. Как у отца и Баба Фархата там, это да. Там сокрыт момент перехода в новый режим. А через нас должно твориться новое. А мы все торчим на старом. Ну что поделаешь? Я не знаю. Вот ее книга, там части есть очень хорошие. А части просто, когда там папа рожает нас там какой-то, да? Бог нас рождает. Надо сначала разобраться, что такое Бог. Еще раз. Бог для нас. Это солнце, которое нас зарождает и которое нас потом перерождает в новый режим. Это самый простой опыт. Речь об источниках я могу показать. Есть один источник. Ты очень долго учуешь. Мы разрешим. А я, так сказать, пока в перерыве между источниками, хочу сказать маленькая политинформация. Сегодня президент Соединенных Штатов при подъезде к репортерам на велосипеде завалился на бок. Упал с велосипеда. Ну, подъехал к репортерам. Вот сейчас вот буквально пресс-конференция. Шо Байден завалился. Главное, что пока что экстрасенсов и Владимира Владимировича Путина Америка в этом не обвинила. Но ждем. Это на самом деле. Обратите внимание, какие у нее часы. Посмотрите, золото это молчание. Если он наденет серебряные часы, такие же, то будет переход молчания в состояние что? Говорение. Говорение. Так вот, этот вот парень очень интересный. Очень жаль, что меня с ним не сводит. Он же слабо. Покажи мне, парня. Ходит-ходит повсюду, а со мной не хочет встретиться. Ну, ой. Чего? Это жених, как бы, сам выбирай, с кем встречаться. Ну, если он жених, то, собственно говоря, я ему кто? Ну, я не знаю. Новая программа. Тогда не женись, а бери новую программу. И управляй. Ну что, на этом, наверное, надо точку поставить, запятую. Пока нет. Ты закончил? Да. Совсем начал? Еще нет. Он подъехал. Так вот, уважаемые друзья, я вам хочу рассказать слова. Слова. Еще два слова. Можно еще два слова. Мальчик, с парадой, который на меня посмотрел. Итак, еще два слова. Дело в том, что очень важно сегодня понять, что солнце, которое нас разрушало. Помните, я приносила этот самый, как он называется-то? Кислый. Чего? Ну, солнце. Солнце. Лимон. Лимон. Так вот, сегодня я принесла вам другой, уже тот, который сладкий, да? Но я попросила Сашу съесть его, потому что он бог сам себе, Саша. Вот. И получается, что солнце, которое нас разрушало, сегодня нам дает энергию жизни. Олег, ты же мой друг. Да, а я бы еще добавил, что сегодня мы можем поздравить с 80-летием известного музыканта, он сегодня исполнился, Пола Маккарди. Пола. А где он? 18-го. А где он? Я от 42-го года родился. А сделано? Вам где? Я с музыканом виделся, сегодня ему 80 лет. Да? А как вы поздравите экстрасенсов? Ну как, послать, быстрее на долговечие, солнце. Так вот, смотрите, тебе еще один вариант. Получение энергии жизни, слушай, ну вот, пожалуйста, с бородой, мальчик, смотрите, получение энергии жизни можно только из тишины. Я не могла понять, я же раньше медитации, когда лечила всех картинками, да, запросто лечила, 5 минут и все, да, я использовала музыку. Вдруг мне сказали, музыку больше не использовать, я не могла понять. Когда я своим людям сказала, что вот когда слушаете диктофон, который я наговорила, вот сюда встать и говорить только на себя, и я получаю информацию. Музыку, энергию жизни можно только из тишины. Почему? Очень простой вариант. Мы никто, ни у кого не можем взять энергию. Вампир, дети мои, не вампиризм, а вампир, дети мои, если вы это поймете. Энергию, которую мы излучаем, мы всегда отправляем в сознание, поэтому запомните, ни один из нас не может взять энергию ни у кого. Слушай, ну ладно, благодарю. Все, спасибо, спасибо.